Ну, оппозиция есть, была и всегда будет, потому что если есть да, значит есть нет. Точно так же будет по этому принципу существовать оппозиция, которая всегда, вне зависимости от каких-то решений, будет иметь альтернативную точку зрения. Поэтому сейчас сложно сказать, потому что сейчас, не знаю, я даже включая, допустим, тот же самый телевизор или считая интернет, в связи с последними событиями, я не вижу какой-то разрозванности взглядов и интересов даже в оппозиции, потому что тот же самый господин Жириновский активно участвует в проблемах Крыма и Украины, защищая интересы российского государства. Поэтому сейчас как-то россияне, спустя Сочи, спустя сейчас события в Крыму, идет какое-то объединение народа.